Еще раз давите, да, еще раз, чтобы воздух вышел, да? Да, там тоже остался воздух. Это называется «центровать глину», да? Да, «центровать глину». А вы как-то чувствуете, что вот воздух оттуда выходит? Это как-то вот… Да, руки чувствую. А как это, ну, по ощущениям? А это как какой-то реже, сейчас, не бумага, пластиковый лип. С кленкой делается, звук пух-пух делает. А, понятно, а, все понятно. И здесь тоже так же, да? Да, там чувствуются, они маленькие. А, пузырьки лопаются, да? Да, на руках лопаются. Когда кончается, потом можно делать. Понятно. Приштанская керамика. Сейчас я толщину беру, чувствую, какой должен быть, где надо давить, где надо убавить, добавить, все в один руках. С ним я управляю, с ним управляю, с ним давлю вот так. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Медленно меняется фигура. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м-м. Сейчас уже чуть-чуть полношу стало, косушку можно его делать. М-м-м-м. М-м-м. М-м-м-м-м. М-м-м-м-м. М-м-м-м-м-м-м-м. М-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Дальше такими посудами плов делаем. Это называется моло, чтобы поровнять. Это губка, это дерево, ореховое дерево, самый прочный материал. А это уже губка, да? Это губка, чтобы... А губка для чего? Для лишнего глину убрать. Ну, не знаю. Сейчас. Один. Спасибо. Еще. Один знак. Это орнамент папа делал, и я тоже делал. Угу. Угу. До моего папы, папе тоже делал, и вот мне ты тоже делал. Угу. То есть это ваш семейный орнамент? Где увидим такого, значит наше поколение или я, или папа, мой дед или... то есть это такой фирменный знак получился. Да. То есть это внимание не обращает на него. Ну, я думаю, что те, кто разбираются, обращают. Просто это надо знать. Понятно. Это секрет. Ой, не секрет. Понятно. Извините. и надо делать чтобы не упал а то упадет понятно внутри не должна остаться это вчерашняя да это утром я его обрезал еще чуть-чуть покажу полный будет сделан глина потом вот такой ножки будем делать ножки чтобы руками можно было держать когда плов закройте чтобы удобного понять и взять тоже удобно без никакого помощи это нож или что-нибудь сюда поставьте он отлетит до на плов попадет это тоже опасно у меня Вот это так. Строчки от него, вот эти строчки от него, это для маленького плова, пол килограмма, 200 грамм, 300 грамм, семейный, для семьи. Понятно. Маленький поэтому. Обработаем с водой, чтобы гладко было, местами не видно было, где нож, потом окунаем на белые глины и квас добавлен, вот такой весель есть у нас. Окунаем на первый обжиг, чтобы белый фон выходил. На белом фоне, вот наша краска, вот три цвета, мы используем для... Приштан, школа Рустамака. В двадцатом веке. Уже на двадцать первом веке вот такой, уже у нас другой. Как муфильный печь считается, салатый, газ-баллон, термостат и форсунки для газа, четыре штуки. Вот, в шесть штук оказывается. Понятно. А раньше вот такими были. Верхний часть большой, низний часть чуть-чуть маленький, чтобы для газа. Угу. А для... дровами чтобы делать. Угу. Как наверх, где дрова, где огонь идет, там большой, чем посудоместо. Угу. Большой и сверху чуть-чуть маленький, чтобы огонь туда побольше доставал. Понятно. Это называется сепоя, три ножка, чтобы посуду туда поставить, друг другу не задевал. Побольше вместе. Раньше ружемаком делали, чтобы внутри три точки всегда остались. А, вот в гиждуване как раз у них так и осталось, да. Это старая технология, очень давным-давно. Руслан, остальное все он будет объяснить. Здравствуйте. Остальное это, а что вы объяснили? До обжига. До первого обжига? До первого обжига. Ну, после первого обжига. Ну, каждая посуда, каждая изделие ставится на эту токлетку. Нам нужны вспомогательные линии. Которые на такие линии вырисовываются. Угу. 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 Это все руки, круги. Угу. На только центр. И вот. Это все делается на глаз? Да. Угу. Потом это делится на сектора. Причем на два сектора, потом на четыре, на восемь, на шестнадцать. Ну, на сколько детальной росписи этих секторов будет больше и больше. После мы находим рисунок на один сектор. И вот это рисунок повторяется в каждом секторе. Угу. Угу. Эти линии, вспомогательные линии, кажется, помогают что-то сделать симметрично. То есть, каждая форма, каждая деталька на одной линии получает. Угу. Ну, вначале все вырисовываем карандашом. После фисточки мы. А краски у вас? Да, минии краски у нас оксидометалл уже созданы. Угу. Угу. Основные цвета это три цвета. Синий, бирюзовый, зеленый и коричневый. Угу. Угу. Ну, оксид кобальта дает синий цвет приобрели. Угу. Медь дает зеленый или бирюзовый, марганец коричневый. Такая тонкая работа. Такая тонкая работа. Такая тонко паста. Продолжение следует...